За кулисами идут последние приготовления. Девушки поправляют прически и репетируют танцы. Оксана Чуприна о конкурсе узнала от знакомой. В подобном мероприятии участвует впервые, но в своих силах уверена. Я вообще жду ярких впечатлений. Девочки у нас молодцы. Они очень усердно репетировали. Каждая девочка хочет победить. Я считаю, что мы уже победительницы, потому что мы здесь, мы в десятке. Поэтому это уже победа для каждой из нас. Поддержать красавец приехали и участницы конкурса в прошлых лет. Ирина Сукач два года назад завоевала титул Мисс Абаяния. Говорит, это событие изменило ее жизнь. Это была такая вот своеобразная путевка в жизнь. После конкурса я начала заниматься танцами. Для этого мне пришлось переехать в Краматорск. Ну и это, знаете, когда ты ощущаешь себя на сцене, когда ты ощущаешь себя красивой, это очень-очень поднимает самооценку. В зале около 500 человек. Сергей Бессараб поддерживает дончанок. За Донецк. Донецк – это наша родная команда. Я сам в Синаке. Конкурс для региона стал уже традиционным. В этом году его провели пятый раз. Красава Задмежин в первую очередь имеет очень большое значение для нашего общества. Общество становится более толерантным, наверное, и более сердечным по отношению к людям с физическими недостатками. И мы не на словах, а на деле сегодня в Донецкой области и в городе Донецке выполняем инициативу президента нашей страны Виктора Федоровича Януковича по заботе об инвалидах. Я думаю, что праздники вот такие нужно организовывать и проводить чаще, для того, чтобы люди, которые на сегодняшний день имеют какие-то ограниченные физические возможности, они чувствовали себя активными. Для конкурса девушки готовили свое видеопредставление и три танца. За каждое выступление члены жюри ставили участницам от 1 до 10 баллов. Девушка, как для меня, она должна быть женственна, она должна быть жизнерадостна, она не должна грустить или, по крайней мере, пытаться, несмотря на все невзгоды судьбы, улыбаться. И хорошее настроение все-таки должно преобладать. Каждая девушка получила свой титул. Без внимания никого не оставили. По итогам конкурса определили трех победительниц. Им вручили инвалидные коляски стоимостью 28 тысяч гривен. Всем участницам подарили цветы и призы от спонсоров. Ольга Сапронова, Владимир Евриков, Панорама.